Здравствуйте, дорогие зрители! Кулинария требует базовых знаний. Одним из базовых знаний является умение варить различные бульоны. Бульоны бывают разные, даже если говорить исключительно о мясных бульонах, то бульон может быть белым, желтым и красным. Мы сегодня начнем наше изучение бульонов именно с красного бульона. Причем я намеренно упрощаю рецепт до самого простого. Так, чтобы это мог сделать и повторить каждый. Посмотрите, что нам понадобится. Во-первых, лук. Лук режем довольно крупно. Такие крупные лукомцы, я думаю, достаточно порезать на 4 части. А если лук будет вот такого размера, то достаточно порезать на 2 части. Ну, и еще понадобятся штуки 3 небольшие моркови. Как видно, все режется достаточно крупно. Не надо ничего уж так слишком сильно мельчить. Обычно в умных книгах по кулинарии пишут и добавить коренье. Ну, в первую очередь имеется в виду морковь. Но можно к моркови добавить и сельдерей, и пастернак, и корень петрушки. Словом, почти что все, что придет на ум. Если вы обратили внимание, я овощи сложил на противень. Это означает, что я поставлю его в духовку. Поэтому я вот сюда кладу кое-какой жир. Это внутренний говяжий жир, который мы оставили для приготовления бульона. А что это за куски? Ну, посмотрите, видите ребро. Мясо с него срезали, а вот косточка и еще какие-то остатки мяса. Остатки соединительной ткани, они здесь есть. Вот это хороший материал для бульона, поставим вот сюда. Аналогично, мякоть срезали, но здесь осталось изрядное и мясо, и костей, и соединительных тканей. Все это лежало в холодильнике, ждало, дожидалось своего часа. Но вот сегодня пойдет дело. По сути, я бы вам советовал, когда вы покупаете мясо, если у вас остаются какие-то кости, если у вас остаются какие-то обрезки, готовьте бульон сразу. Во-первых, бульон занимает гораздо меньше места в холодильнике. Во-вторых, если есть бульон, то это значит, что мы в любой момент можем приготовить суп. Ну, а сейчас нам осталось только поставить вот эти продукты в духовку, ну, часа на полтора, на два, пока они как следует не зарумянятся. Вот самая обыкновенная духовка. Я полагаю, что у любого из вас дома есть такая же. Духовка у меня была выставлена на 200 градусов, но сейчас я, пожалуй, убавлю, оставлю градусов до 180. Мне необходимо, чтобы мясо еще и пропеклось, чтобы получилось печеное мясо. Прошло примерно 1,5 часа, но не ориентируйтесь, пожалуйста, на время. Смотрите, в духовке могут быть разные мощности. Может быть разное количество мяса. Мясо может быть разной температурой. Поэтому надо ориентироваться на результат. Вот посмотрите, что у меня получилось. У меня получилось довольно темное зажаркое мясо. И овощи также запеклись, можно сказать, на полном. И теперь все запеченные продукты мы перекладываем в воду. Вода уже нагревается, вот-вот закипит. Но ведь и здесь у нас все тоже горячее, только что из печки. Все, что припеклось к противню, обязательно поднимаем лопатками. Вот все то, что там закарамелизовалось, то и даст нам вожделенный красный цвет. Вытопленный жир мы оставляем здесь, на противне. Его более чем достаточно. И здесь, в этих продуктах, бульон не будет слишком постным. Это плохо, когда бульон постный. Бульон должен быть с правильным количеством жира, обязательно. Вот сейчас, пока у меня бульон нагревается до кипения, огонь под кастрюлей максимальный. Но вариться он будет вот на этом самом маленьком огне. Я думаю, даже не стоит доводить вот все до кипения. Уже можно прямо сейчас переставить и посмотреть, что у нас здесь образовалось. Ну вот, посмотрим, что здесь получилось. Видите, довольно красное мясо. Видите, даже почерневший местами лук. Ничего страшного. Все нормально. Пусть это варится на маленьком огне. Вот теперь уж точно не меньше двух часов. Примерно за 70 минут коллаген, который находится в соединительных тканях, разбухнет и начнет выпускать желе. Это желе придаст густоту и буквально липкость и аромат бульону. И вот это мясо все начнет отходить от костей. Я думаю, что после этого минут 40 или 50 этого вполне достаточно для того, чтобы бульон был готов полностью. Обязательно ли кастрюля? Обязательно ли духовка? Нет. Можно справиться со всеми задачами и в одном казане. В Средней Азии так и делают. Берут практически те же самые продукты. Могут добавить томаты, могут, я не знаю, добавить помидоры, но их сначала обжаривают в казане довольно сильно, а потом казан заливают водой и варят. И во время отваривания вот этого мяса добавляют другие продукты, которые, собственно говоря, и образуют жареную шурпу. Можете посмотреть на этом канале ролик, который называется «Клорума шурпа». В Европе практически те же самые цели достигают при помощи духовки либо печи и обыкновенной кастрюли. Этот бульон базовый и для Европы, этот бульон базовый и для Средней Азии. Кроме того, в Средней Азии заготавливают иногда мясо посредственного обжаривания и потом заливают жиром. Это называется «Клорума». Иногда просто берут это вот тоже обжаренное мясо, кладут воду. Ну, вы знаете, вам же это знакомо. Вы же варили супы из тушенки, либо, по крайней мере, слышали об этом когда-нибудь. То есть, вне зависимости от того, какая это национальная кухня, человечество пришло к одним и тем же методам обработки. Мы в самом начале говорили о том, что бульон бывает и белый, и желтый, и красный. Белый бульон, когда мясо и те же самые коренья, плюс лук, плюс, может быть, какая-то зелень, отваривается без обжарки, без ничего. Положили в воду и варим. Вот это называется белый бульон. Точно такой же бульон – это вареная шурпа в Средней Азии. Точно такой же бульон на Кавказе – это басбаш. Азербайджанский басбаш бывает. Кюфта басбаш, где из тефтельных бывает. Порча басбаш, где мясо крупными кусками. Так вот, разницы особой нет. Базовые продукты одни и те же, технологии одни и те же, но какой-то национальный колорит непременно присутствует. Давайте посмотрим, что у нас получится. Пока что оставим нашу костюлью в покое. Мы ее не накрываем, она не должна кипеть слишком бурно. Если иногда кверху поднимается пузыречек, вот так, знаете, вот как пульс бьется, вот по пузыречку в секунду. Этого достаточно. Сварится и будет очень вкусно и ароматно. Вот крышка. Посмотрите, если у вас получается накрыть примерно вот так и отрегулировать огонь таким образом, чтобы не закипело очень бурно, пусть стоит вот так прикрыто. Если не получается, значит снимаем крышку. Иногда невозможно отрегулировать на плите нагрев таким образом, чтобы не кипело слишком сильно. А вот бульон не должен кипеть слишком сильно. Только в этом случае он получится идеально прозрачным. Лучше он пускай дольше варится, чем варится на сильном огне. Понимаете меня? Итак, прошло примерно два часа. Я думаю, что бульон наш вполне готов. Посмотрите, каким он стал. Видите? Идеально прозрачный. Какие-то кусочки чего-то остались там. Этот бульон теперь необходимо процедить, перелить в другую кастрюлю, еще раз прокипятить и после этого остудить. А когда он остынет, можно взять обычные целлофановые пакетики и разложить этот застывший бульон. Он застынет практически как холодец. Он будет что-то желеподобное. Разложить по пакетам и убрать эти пакетики в морозильник. И в любой момент, когда вам понадобится суп, у вас есть в морозильнике хороший, правильный бульонный кубик, который только осталось, чтобы взять, подогреть на плите и добавить на что угодно. Вермишель, не знаю, там, картошечки, перловку, хотите немного лапши отварить. Хотите, можно отварить рис либо фасоль. Одним словом, набор супов, который получается из этого бульона, бесконечен. Но вот здесь, в этой кастрюле, у меня для вас сюрприз. Посмотрите, помните, вчера я вам показывал австрийское блюдо, из австрийского, из венского ресторана Плачутто, который называется Тафельшпиц. Именно по мотивам этого блюда я приготовил сегодня обед для моей семьи. Посмотрите, вот отварная говядина. Конечно, чуть-чуть не такая, как в Австрии, но тоже ничего. Вот картошечка. Пюре из гороха. Мусс из яблок и хрена, чуть-чуть возле мяса. И вот пюре из шпината. Я преднамеренно сделал это пюре при помощи блендера. Вернитесь к вчерашнему ролику. Посмотрите, каким было пюре из шпината у австрийцев, и каким оно получилось у меня из замечательного блендера. Понимаете, что вот то же самое происходит и с мясом, что блендер измельчает не так, как это следует. Но сейчас время ужина, не время портить аппетит вот этими разговорами. Поэтому мне остается только налить немного бульона. Кажется, там в бульоне было немного зеленого лука. Вот теперь-то все готово. До скорых встреч!